Шедевро мобильная тундра продолжает радовать обывателя ПТВ резервами техники. А на сей раз в наш продукт игросодержащий не повезло вляпаться третьему деду, объекту 268 и на закуску ЗСУ-57-2, а довершает это дело первая БМП-ха. Потому давайте разберёмся, есть ли смысл и кому он нужен. БМП-1. Крайне неприятный тазик, если находится у противника, а за рулём не под пивкович. Основное вооружение представляет 73-мм горахомёт, который в свою очередь каждые 6 секунд может выдавать противотанковую гранату на 300 пробоя. Принцип работы напоминает кумыс, а убойности практически нету, оттого бить нужно максимально хирургично. На башне, если её так можно называть, расположилась пусковая установка, которая несёт по себе 4 ракеты конкурс, по 500 пробития каждое и КД между запусками около 8 секунд. Хороша телега, рамсит славно, может раздать нагоняй как в топе списка, так и на дне. Только вот скорость вращения псевдобашни проигрывает даже Маусу. ИС-3. Тот случай, когда танк остаётся с собой, где бы он ни оказался. Будь то попоболь вот блик, или же реинкарнация War Thunder на телефон. Тяж, знаете ли, добротный, с душой что ли. Всем он прекрасен. В топе списка и на своём ранге поставит на место кого угодно. Падая к тиру выше, остаётся лишь усиленно терпеть. Последний, но не по значимости. Объект 268. Крайне порадовал меня своими ходовыми качествами по соотношению к броне и размеру. Сарай, конечно, тот ещё, но удар держит. Хотя и пулемёт возле орудия вкупе с командиркой не раз даст вам просраться. А пушка же аннигилирует всё, чему не повезло оказаться в перекрестии паленомёта. Итого, отвечая на главный вопрос, брать или да, как сетап для фарма за такие деньги не лучшее решение. Если же просто иным вечерком для души погонять, плюс в коллекцию, самое оно. К тому же, в довесок идёт целых два ключа, что весьма неплохо. Ведь сетап текущего сезона – это мастхэв каждого ангара.